Валютные риски банков в СНГ сохраняются, несмотря на некоторое снижение уровня долларизации. Больше всего опасения у аналитиков агентства Moody's вызывают банки Азербайджана, Беларуси, Таджикистана и Украины. Менее всего подвержены риску убытков финн-институты Узбекистана. К этому моменту в этих странах банки больше не предоставляют валютные кредиты заемщикам, не имеющим доходов в иностранной валюте. А все валютные займы были реструктуризированы и пересчитаны по официальному курсу. При этом уровень долларовых кредитов и депозитов в большинстве стран СНГ остается высоким. Но по мнению все тех же аналитиков Moody's, дедоларизация на постсоветском пространстве продолжится. Отмечу аналогичные процессы денежно-кредитной политики запущены и в нашей стране.